Вот сейчас просто знакомиться с вами. Не очароваться енотами сложно, так и хозяйка заведения Кристина, когда-то посетив с сыном подобное место в Мурманске, решила организовать свое в Барнауле. В доме всегда было много животных, кошки, собаки, попугаи и даже шиншилла. Малыши, буси и ракеты приехали из Подмосковья, трое взрослых енотов из Новосибирска. После тяжелого путешествия 4 месяца ушли на адаптацию животных. Теперь это сплошной позитив и для хозяев, и для гостей. Не было плохих ситуаций, я надеюсь, их не будет, потому что это все равно животное. Енотов мы не пугаем, за ними не бегаем, не хватаем, гладим только в определенных местах, не трогаем голову, потому что енотик может испугаться. Не боимся, когда он подходит, и наслаждаемся общением. Родители Кристины дочь поддержали. И теперь пятеро енотов любимчики и для Ольги. Вместе с внуком Мироном она тоже работает в кафе. Благоустраивает помещение, кормит хищников, убирает за ними, играет. Они все действительно разные, каждый по-своему. Жора, допустим, тоже такой брутальный мужчина, его прям уважаешь, прям охота его гладить. Евочка, она настолько девочка такая, знаете, такая прям утонченная. Она такая прям кошечка, ее охота тоже гладить. Это Бусинка, к примеру, Бесенок, там с ней играть очень безумно интересно. Они все по-своему разные, всех люблю прям. Старшая троица сейчас в закрытом вольере. Весной у них время любовных игр и настроение переменчивое. Малыши активны и безобидны. С удовольствием брали из рук цукаты и орешки, а вообще едят собачий корм. Моя маленькая мечта – это привезти Капибару. То есть очень хочу Капибару привезти, да. Ну, это очень сложно сделать, поэтому это даже не в ближайшем будущем. Кафе открылось недавно. Говорить о прибыли рано, но Кристина готова развиваться и воплощать другие свои мечты. Ведь и бизнес организовали больше не ради денег, а для души. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. Продолжение следует...